Добрый день, уважаемые демократы! До сих пор на этой сцене выступали очень авторитетные, очень замечательные люди с очень содержательными идеями. Мне тоже хотелось бы внести какую-то изюминку. И для этого прошу вас обратить внимание на нашу красивую сцену. Смотрите, как сочетаются три флага страны, Евросоюза и партии. Три розы символика нашей партии. И с вашего позволения я хотел бы сегодня добавить еще три символические розы. Поэтому прошу приз в студию. В селе Старые Каракушаны. В селе Старые Каракушаны Бричанского района, где примарь уже 31 год, ежегодно выращивают 3 миллиона метелок. Вот перед вами урожай этого года. Три миллиона метелок хватит всем демократам, от родившихся до тех, которые в зале, для того, чтобы в один момент вымести из нашей страны всю порчу, которые навели на нас... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я хочу пожелать, чтобы мир дому был и вашему, и моему, и дому, который называется Республика Молдова. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня по сценарию избрания руководства партии. Мы их оставим здесь, я не знаю, в каком месте, чтобы только не забыли. Вот тех, кого мы сегодня поднимем руку и проголосуем, вот они должны начать наводить порядок. Мы сегодня все нарядные, при галстуках, а завтрашнего дня можно намного свободнее очистить действительно нашу страну от того, что нам мешает жить. Вы знаете, когда метелка вверх, значит, никого дома нету, а здесь она готова к употреблению. Уважаемые коллеги и друзья, я по дороге просчитал, что мне исполняется 10 лет, как я в партии, проанализировал всю свою деятельность от премаря Абричан до председателя района. Мне приходилось выступать на съезде партии, на форумах Кишиневской партийной организации. Был во многих районах и сделал для себя такой вывод. Вы думаете, вот это сочетание 3-3-3, это просто какая-то сверху закономерность? Потому что на одном из съездов я подарил, я не помню, уже это кажется в июне 2012 года, я подарил съезду герб города Абричаны. Тоже совпадение, на нем тоже три розы. Мы еще не подозревали, что такая символика будет. Кроме того, выступая на партийном форуме в Кишиневе, где господин Филипп был председателем, тогда много людей приняли в партию в каждом районе. Я как-то тогда высказался, если мы сделаем одну куматрию и 700 человек, которые в тот день были приняты в Бричаны в партию и в Кишиневской организации, эта куматрия была бы протяженностью от Бричан до Кишинева. Вот такую сырбу мы бы тогда сыграли. Жили мы, как жили эти годы. У меня складывалось впечатление, что мы живем еще в тот старый советский хороший период, когда за нас думали, за нас все организовали. Вроде успехи были неплохие, лозунги неплохие. Но в один момент как-то наступило такое время. Мы были уверены, что судьба и небо нам подарили высокополитических людей с такими сильными качествами. И это благополучие не будет иметь ограничений. Оно будет вечно. Но произошло то, что произошло. Эта страница из жизни Демпартии закрылась с множеством вопросов. С множеством вопросов для таких, как я, для таких, как только что выступавший господин Примар и те, что присутствуют в зале. У меня есть свои вопросы, своя боль. Я не могу, ну вот как, загоить, залечить боль парламентских выборов, которые я проиграл, к сожалению. И не нахожу ответ, почему так произошло. Как результат, красный цвет по Бричанскому району получил еще более яркие оттенки. И мы сегодня каждую субботу, воскресенье или государственные праздники ходим на концерты социалистов, общаемся с аграриями, которые предали нас только потому, что им сказали, будешь в списках экспортеров номер один. И они точные цифры выполняли, выполняют и будут выполнять. Мы рассчитались, и я в том числе, за нашу с вами доброту по отношению ко всем. Ревизии нельзя, контроли нельзя, то нельзя, а всем остальным все можно. И мы сегодня пожинаем плоды нашей доброты. К сожалению, мы на этих выборах увидим в списках негатив, негатив будущих кандидатов в премарии, негатив некоторых председателей, которые будут избраны, канцелиеров. Я не хочу сегодня озвучивать по Бричанскому. Есть кандидаты, которые сидели за изнасилование в Европе и так дальше. К сожалению, за них будут голосовать. Ладно, теперь от грустного чуть-чуть позитиву. Я сегодня представляю делегату от Бричанского района как боевую единицу демократической партии. Они знают, что делать, они знают, как голосовать, они знают, как работать. Хотя это нелегко. Я вам хочу сказать и рекомендую другим. В списки мы включили будущих канцелеров районов. Даже двух учеников 12 классу. Я уже напомнил, есть премар с 30-летним стажем. Есть директора, сегодня присутствует. Я бы два-три принципа хотел сказать, или как пожелать от себя. Не терять концентрацию. Это опасная болезнь века. И мне кажется, полгода назад мы потеряли эту концентрацию. Ничего не бойся, кроме себя. У нас есть возможность с сегодняшнего дня сделать полную инвентаризацию того, чего мы стоим. Хотя слово инвентаризация больше относится к каким-то материальным благам. Надо еще раз переосмыслить. Я боец? Да. Я не боец, значит я не иду в бой. Так надо осмыслить с самого низу до самого верху. Пожелания всем присутствующим. Вот есть такое «я не могу». Три слова, семь букв. Если они от нас, эти три слова, не откажутся, то это может нанести нам больше врага, чем все оппоненты, которые есть в Бритчанском районе. Я хочу пожелать, чтобы радость, хорошее настроение не только на съезды, не только на каких-то торжественных случаях. Чтобы был дом, мир, порядок и хлеб в каждом доме. Спасибо вам большое. Спасибо.